Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Анна Чаковская. Я журналист, кандидат психологических наук, ветеринар сельхозживотных, регрессолог, волонтер и коуч по стандартам ICF. Это крупнейшая международная федерация коучей. И очень часто от своих клиентов я слышу жалобы на то, что куплено много курсов, вроде бы интересных, вроде бы это именно то, что мне нравится, чем бы я хотела заниматься в жизни. Но ни один из этих курсов не просмотрен до конца, уроки не доделаны, я не могу собраться, я не могу начать уже что-то делать, у меня тотальная фоновая прокрастинация и так далее. И я знаю, что это достаточно общая проблема не только для моих клиентов. Много людей переживает из-за этого. Давайте разбираться, что с этим можно сделать. У каждого из нас есть некая внутренняя система, некое внутреннее радио, которое каждое утро приветствует нас внутренним диалогом. Эта система просыпается вместе с нами, сопровождает нас в течение дня, проигрывает счастливые или грустные, хорошие или плохие записи, своего рода фоновую музыку в нашей голове. И иногда мы вступаем с этим радио в диалог, но об этом я расскажу чуть позже. И часто по этому радио выступает наша мама, папа, бабушка, муж, соседка и так далее. И как правило, мы слышим их оценки, мы слышим их комментарии, рекомендации, мы слышим, что нам нужно сделать и куда нам нужно идти. Как правило, это радио преисполнено руководящими замечаниями, напоминаниями, суждениями, указаниями и даже ворчанием, если не сказать руганью, которое направляет нас в ту или иную сторону. И люди постоянно слышат эти старые песни о главном, о скептицизме, о том, что жизнь трудная штука, что деньги должны зарабатываться тяжелым трудом и о тотальном состоянии жертвы. И может быть, вот я купила очередной курс, и зачем он мне нужен, и все равно же ничего не получится. Да, мы выросли в культуре, переполненной жалобами. И многие действительно не знают, как можно выключить или хотя бы приглушить свои навязчивые внутренние бесполезные разговоры. И они часто слышат такие песни, как «Я никогда этого не добьюсь», «Я этого не заслуживаю», «Да кого я пытаюсь обмануть? Я никогда не смогу этого сделать». Я же лузер. И внутреннее радио – это фоновая музыка нашей внутренней жизни с очень старой системой сообщений. Может быть, вы помните, когда сотовых телефонов были пейджеры, а до этого были обычные телефоны. Ну, то есть это что-то очень и очень старое. И вот это что-то очень старое комментирует все события, происходящие с нами. Когда люди начинают понимать, чего они действительно хотят в жизни изменить, исправить и улучшить, это радио часто заглушает эти мысли волной ограничивающих убеждений, запрограммированных еще в далеком прошлом. Кстати, согласитесь, что как грустно осознавать, что мы до сих пор принимаем решения так, как научились в три года в песочнице? Радио кричит «было». Ты же помнишь, как было больно, страшно в детском саду? Как воспитательница сказала «то-то и то-то и то-то». И это радио, этот внутренний голос постоянно держит фокус внимание на вашем прошлом. И очень часто, очень часто именно на прошлых неудачах. У кого есть такое радио? Кому знаком этот мерзкий, но такой убедительный голос? Ну, думаю, что практически каждому из нас. Поиск свежей информации за рамками наших знаний является решающим. Да, это звучит парадоксально, но нам необходимо знать то, что мы не знаем. Представьте, что вы неожиданно столкнулись с множеством проблем, и вам необходимо быстро их решать. Вы впервые оказались в подобной ситуации. В чем будет состоять ваш подход? Вот. Большинство из нас концентрируется на проблеме, задавая такие вопросы. Почему возникла эта проблема? Что мне необходимо сделать, чтобы от нее избавиться? Вы уверены, что это моя проблема? Может быть, это не так? Может быть, это ваша проблема? И пока вы ищете ответы на эти вопросы, проблемы растут с каждой минутой. Ваше внимание и все ваши усилия будут полностью направлены на преодоление проблемы. Соответственно, чем больше внимания вы направляете на проблему, тем больше проблем вы привлечете. И в то же время вы начинаете чувствовать, как снижается уровень вашей изобретательности, столь необходимый для нахождения приемлемого, не говоря уже о наилучшем решении. Концентрируясь на проблеме, а не на ее решении, вы погружаетесь в нее, словно в зыбучие пески. И некоторые люди идут по этим зыбучим пескам в ботинках со свинцовыми подошвами. Один из самых эффективных методов восприятия, который вы можете использовать, является переход от проблемы «я не хочу чтобы» к ее решению «я хочу чтобы». Такой переход помогает стремительно изменить ваш образ мышления и то, как вы себя чувствуете. Вы можете усовершенствовать эти навыки, задавая ориентированные на цель вопросы, которые помогут вам улучшить способность визуализации. Например, сконцентрироваться на позитивных моментах, рассмотреть свои сильные стороны, возможности сотрудничества, наличие необходимых ресурсов. Очень важно искать возможности в решениях, использовать шкалирование. Задавая вопросы, что может мне помочь продвинуться на один маленький комфортный шаг вперед. Ищите пути к решению. Спрашивайте себя, а чего именно я хочу в этой ситуации на самом деле. В чем заключаются мои наивысшие намерения. Каким был бы самый удачный результат, который я мог бы достичь. Что мне нужно изменить в себе сейчас, чтобы достичь такого результата. Отведите время для визуализации этого решения. Представьте, что вы уже достигли этого результата. Когда вы представите себе это, почувствуете, какие эмоции это у вас вызовет. Концентрируясь же на проблемах, вы концентрируетесь на препятствиях. Представьте, что вы участвуете в состязаниях по бегу с препятствиями, где на каждой из 100 метров установлен барьер. И концентрируясь на этих барьерах, вы начинаете думать, боже мой, какие высокие барьеры, как тяжело будет их перепрыгнуть. Такой фокус практически не направлен в сторону финишной прямой. Но и уже совершенно точно не поможет вам стать чемпионом. У вас на пути возникают символические и реальные препятствия, когда вы концентрируете на них свое внимание. И вы не можете разглядеть за ними финиша. А ведь именно он является настоящей целью. Препятствия затемняют все ваше сознание. И участие в состязаниях кажется сложным, если не невозможным. Когда же вы смотрите на цель, ваша цель уже ведет вас по нужной прямой, по нужному пути. И препятствия уже кажутся менее важными, менее сложными, как казались раньше. И по сути они могут даже показаться вам несущественными. Или исчезнут вовсе, или останутся просто частью путешествия. Хотя их высота осталась прежней. Все осталось прежним. Вам придется так же высоко их перепрыгивать. Но теперь, когда вы сосредоточены на финишной прямой, преодоление этих препятствий кажется естественным и легким занятием. Финишная прямая манит вас. Сам бег уже становится средством достичь задуманное. Это и есть визуализация. Это то, кем вы становитесь. И во что вы вносите свой вклад. Это образ вашего мышления. Разница заключается лишь в фокусе внимания, который ведет вас к успеху или к поражению. Выбирая направленность на результат, независимо от того, насколько он велик или мал, люди подсознательно начинают воплощать желаемое в реальность. Выбранные вами цели определяют ваше будущее. Вы – это будущее, к которому вы движетесь. То, что у вас в мыслях, воплощается в реальность. И у вас есть два варианта. Вы можете представить, как проблемы будут развиваться, что приведет к возникновению еще большего их количества, вы это прекрасно знаете. Или можете представить, как реализуется мечта, как реализуется цель и идти в этом направлении. Какой путь вы выберете? Конечно, каждый человек индивидуален и требует особенного отношения к себе. Но визуализация и первый шаг идут рука об руку. Нам не нужно предвидеть все изгибы дороги, по которой мы идем, а всего лишь необходимо осознать, что дорога существует, она доступна, и ее можно пройти с наибольшей эффективностью. Так давайте начнем. Это означает, что на базовом уровне вы понимаете, что способны сделать все. Вам только следует понять, что удастся достичь пункта назначения. Именно в этом заключается сила регулярной визуализации конечного результата и ожидания того, что вы найдете дорогу с помощью своей внутренней системы спутниковой навигации, удерживая внимание или визуальную картинку в памяти, и стараясь испытать такие чувства, словно вы уже достигли цели, словно вы уже там, и вы будете удивлены и поражены тем, что начнет происходить в вашей жизни. Мы все знаем, что мысли материальны, и для мозга нет принципиальной разницы думать о прошлом, о настоящем, о будущем. Думая постоянно о прошлом, мозг начинает считать, что это важно, и он направляет всю психическую энергию, чтобы вы продолжали эти монологи. Хотя вот подойди к вам и спроси, чего ты хочешь. Любой скажет, что я хочу любви, семьи, машину, путешествовать, отдых на Мальдивах и так далее. А о чем ты сейчас думаешь, что на экране моего внутреннего взора, то и является важным. Мысль провоцирует эмоции, и это очень важный момент. Смотрите, как это работает. Например, человек едет в такси, смотрит на время, понимает, что он опаздывает, начинает виртуально жать на педаль газа, начинает говорить водителю, давай побыстрее, начинает нервничать. И мы видим здесь три стадии. Мысль понимает, что опаздывает. Эмоция нервничает, начинает нервничать. Третье действие – он начинает говорить, давай побыстрее. Мысль запускает эмоцию, а эмоция – бензин для действия, она запускает действие. И если мы что-то не делаем, спросите себя, а что я думаю на самом деле об этом вопросе? И иногда, например, приходит человек с запросом, хочу зарабатывать 300 тысяч миллиардов фунтов, сейчас я зарабатываю 70 тысяч рублей, ничего не помогает, я все делаю. И я начинаю спрашивать его, а что ты думаешь о себе, о своих возможностях? Какие приходят мысли, когда думаешь о новых возможностях? И очень часто человек отвечает, ну, мне страшно, я боюсь, что не получится, что я не потяну, что я не справлюсь. Чувствуете мысли? И именно эти мысли материализуются в виде стопа, в виде барьера, в виде ограничения, которые не дают пройти вперед. Очень важный момент. Любому действию предшествует мысль, даже если мы ее не осознаем, если она где-то на заднем плане. И это ни разу не про эзотерику или шаманские практики. Какие мысли я выбираю думать? Мысли – это как семена, которые ты сеешь на поле своей реальности. Но тут опять подключается мозг, который готов вырастить вам все. Важно лишь методично поддерживать эту идею внутри своей головы. Кстати, также работает карта желаний, когда надо найти картинку, потратить время на поиск и выбор, распечатать, приклеить, напомнить себе. Это не про волшебство. Это именно про фокус внимания. Где внимание, там энергия. Где энергия, там действие. И очень часто бывает, что события происходят легко, которые мы очень сильно хотим, но не напрягаемся, но хотим. И бац, оно происходит. Мы отправили посыл во Вселенную как программу. На самом деле мы отправили этот посыл внутрь себя, как программу для выполнения. И как раз с этим мы работаем в коучинге. Мысль, эмоции, действия. Как же перестать постоянно откладывать на потом? Как часто одно маленькое задание на день? Важное для вас дело. Одно на день. И вот уже вечер, и вы уже сделали все, и сходили в магазин, и отвели ребенка в школу, и забрали его из школы, и сходили на секцию, и еду приготовили. А это дело так и не сделали. Вы уже ответили на все СМСки, уже потупили в соцсетях, и вечером обнаруживаете, что задача, единственное важное дело на день, так и не решена. И так происходит достаточно часто. И в итоге мы говорим себе, что у меня постоянная фоновая прокрастинация. Я занимаюсь чем угодно, только неважными делами. Зачем же мы это делаем? И как избавиться от этой вездесущей и такой модной сейчас прокрастинации? Задайте себе первый вопрос. Зачем? И это очень интересный индикатор. Это то, что мы не до конца понимаем, что нам делать, и зачем нам это вообще нужно делать. Мы можем понимать это на уровне логики, но не на уровне чувств. Надо и хочу. Как раз тогда приходит прокрастинация, когда нарушается баланс между надо и хочу. Потому что когда вы чего-то хотите, ну, честно, вы, как правило, это очень быстро делаете. У каждого у нас в жизни есть такие моменты, когда мы очень сильно хотели, мы приложили усилия, пошли и сделали. Мы хотели. Здесь же происходит такой момент. Мы путаем хочу и надо. Например, я хочу миллион долларов. И, может быть, вам этот миллион долларов действительно нужен. Но по-настоящему вы его не хотите. По-настоящему вы, может быть, хотите поехать на Мальдивы. А надо для этого вам миллион долларов. Видите, какая разница? И ваш мозг говорит, надо, я не работаю с надо. Мальдивы, вот это интересно. Как перевести себя из надо в хочу? Надо понять, что на самом деле вы хотите честно ответить себе на этот вопрос. И в какой момент вы путаете эти два понятия надо и хочу местами. Очень часто прокрастинация происходит тогда, когда мы ставим себе нереальные цели. Чтобы не прокрастинировать, необходимо ставить себе понятные, четкие, свои собственные цели, которые вызывают эмоции. И тогда мозг начинает делить слона по кусочкам или декомпозировать эту цель на составные части и понимать, что вот один маленький шаг, второй маленький шаг, и мы постепенно, степ-бай-степ, приближаемся к нашей цели. Следующая наша привычка связана с огромным потоком информации, который постоянно идет в нашу голову. Это и соцсети, и средства массовой информации, и все, что угодно. Вот здесь очень важно, отследив этот момент, отследив момент, что мозг начинает баловаться, сказать себе стоп, вот сейчас я останавливаюсь и уделяю этой задаче какое-то время. Доказано учеными, не знаю какими, что для того, чтобы вникнуть в суть какой-либо идеи или задачи, нужно минимум 23 минуты, чтобы глубоко вникнуть в суть вопроса. Если мы в этот момент едим, что-то слушаем, либо отвечаем на смс, то мы теряем качество. Поэтому есть смысл, пусть на полчаса, отключить телефон, отключить сотовые сети, компьютер, телевизор, и просто сделать то, что у вас запланировано. Одна задача на это время и убрать все отвлекающие факторы. Следующий очень важный момент. Обычно люди путают прокрастинацию с обычной усталостью. И здесь очень важно это чувствовать. И обычно, когда ко мне приходят клиенты, которые жалуются, что у них нет сил, что они не могут ничего довести до конца, я всегда спрашиваю, а как вы спите? Насколько в балансе у вас работа, отдых, сон. И оказывается, что никакого баланса нету в принципе, что человек практически живет на работе, спит несколько часов в день. И в таком случае запрос звучит, как мне просто выжить из себя последние силы. Не надо. Перестаньте себя насиловать. и тогда не будет вопросов с прокрастинацией, просто спите нормально, организуйте свою жизнь так, чтобы она была вам максимально комфортна. И это очень важно, разделять усталость и прокрастинацию. И, наверное, уже в завершении я хочу рассказать притчу про Эйнштейна. Это одна из моих любимых историй. Однажды Эйнштейну позвонил журналист из научного издания и попросил его об интервью для специальной статьи «Великие вопросы», которые задают великие ученые. Эйнштейн согласился, журналист к нему приехал и сказал «Я хочу задать вам только один вопрос, доктор Эйнштейн. Это то, о чем мы спрашиваем всех ученых, согласившихся с нами побеседовать. И вопрос такой «Какой самый главный вопрос может задать ученый?» В глазах Эйнштейна появился огонек, он задумался и думал целых 10 минут. Это прекрасный вопрос, молодой человек, и он заслуживает серьезного ответа. «Самый важный вопрос, который может задать человек, это вопрос о том, является ли Вселенная дружественной средой?» «Что вы имеете в виду?» спросил журналист. «Как это может быть самым главным вопросом?» Эйнштейн ответил. «Потому что ответ на этот вопрос определяет то, что мы будем делать со своей жизнью. Если Вселенная является дружественной сферой, то мы проведем свою жизнь строя мосты. В противном случае люди будут тратить все свое время на то, чтобы строить стены. Решать нам, какой выбор сделаете вы. И до встречи! сферой мосты. Сферой мосты. И до встречи.